Множество вариантов и годы обсуждений. Проектов застройки района Богданка было уже несколько, однако пока там мало что изменилось. Сегодня в администрации Чебоксар представили очередной проект планировки территории. Проект планировки территории микрорайона Богданка-1 ограничивается улицами Богдана Хмельницкого, Фучика и Репина. Сейчас там двухэтажные бараки, частные дома и огороды. А в будущем, судя по проекту, красивые высотные дома, спортивный комплекс, школы и автостоянки. Конкурс этот выиграл проектный стучу ваш граждан проект. Сейчас они этот проект планировки территории разработали и представляют в ближайшее время на публичные слушания. Данный проект планировки территории готов к тому, чтобы его утвердить. После публичных слушаний проект предстоит утвердить. Затем пройдет межевание территории на участке. Землю, которая принадлежит городу, выставит на аукцион. Покупатель, к примеру, компания-застройщик сможет начать на приобретенных участках проектирование домов и собственно строительство. А вот с участками, которые находятся в собственности третьих лиц, все сложнее. Претендентам на покупку с нынешними собственниками придется договариваться самостоятельно. Особенность территории состоит в том, что располагается она в центре города. Здесь находятся магистральные улицы. И застройка в соответствии с генеральным планом здесь должна быть высотная. Основная проблема этого участка состоит в том, что на данный момент здесь застройка сложилась очень разноплановая. С одной стороны, здесь дома барачного типа. С другой стороны, хорошие дома, одно-двухэтажные, даже некоторые дома коттеджного типа. И естественно, что люди, которые отстроили свое жилище, они не хотят оттуда уходить. И еще один момент. Картинки, конечно, в проекте представлены красиво. Однако это не означает, что микрорайон в будущем будет выглядеть именно так. Застройщики обязаны соблюдать только этажности и примерные габариты, предусмотренные проектом планировки. Остальное на свое усмотрение.